Пойдем смотреть, как Аня завтрак готовит, да? Пойдем, малышка, пойдем. Пойдем, скорее, маленький. Ну, что нам тут готовят? Панкейки. Пробуем сделать панкейки из рисовой муки. Чтобы мама смогла есть. Потому что мне от обычной муки глянчиков всяких плохо, в общем. Кладем рисовую муку, 200 грамм, полторы ложки столовые сахара, два пакетика разрыхлителя. У нас это называется baking powder. Это в двух пакетиках. У нас, у англичан это называется, так? А здесь... Не, ну у нас вот такие вещи. Они в разных пакетиках. Здесь сода, здесь, нет, наоборот, здесь окислитель, здесь сода, по-моему, так. В общем, да. Мы купили такие вот штуки. Здесь просто разрыхлитель не продается. Почему? Бейк-н-паудер здесь купается. Но он ни в одном пакетике. Но мы не видели. Мы не видели еще этого. Я сейчас химический этот смотрела, как это называется, химический канал. И мне рассказывали, что они в разных пакетиках. Он как отоксиматор. Два, да? Ну, да. Два, это десять с половиной. Да, да. О, пошли. Заранее поесть, а то неизвестно, что получится из этих панкейков. Да, малыш? Ты же все равно панкейки не получишь. И ты дома. Дай-ка. Что? Соль надо. Это же крупная. Ну, что? Не надо сюда крупная. Я все время рецепт кладу. Серьезно? И в это самое? Вот прям не половинка, а на кончике. Аня, чуть-чуть совсем. Это очень соленая соль морская. Ну, хорошо. Но тут написано пол столовой ложки. Пол столовой ложки. Да, дурить можно. Хорошо, давайте еще меньше. Вот хватит, да. Все, по-моему, сухие ингредиенты у нас закончились. Закончились. Берем другую мисочку. И сюда? Да. И сюда кладем яйца, масло. Какое? Оливковое. Одно яйцо кладу. И полторы ложки оливкового масла. Наливаем 250 миллилитров молока. Ну, 200. 250 до конца. А, у нас же под 200. У нас меньше. Да, у нас 75 процентов рецепта. И взбиваем. С сухими ингредиентами? Да. С сухими ингредиентами. Я не очень, на самом деле, верю в эту рисовую муку. Но мы будем надеяться. А густо получается. Они должны быть густыми? Честно, я не знаю. Но очень густо, да. Ну, сейчас мы можем взбить яйцо. Капельку яйца. Да. Немножечка капелька. Вот. Немножко взбили яйца с маслом. И сюда вливаем. И перемешиваем. После добавления яйца, прям, смотрите, совсем заиграла по-другому. Да, вроде бы. Будем надеяться. Кстати, в интернете есть такой же рецепт, только если у кого аллергия на яйца с бананами. Слава богу, на яйца все нормально. Он такой толстый панкейк. Ну, за счет этой разрыхлителя. Ну, конечно, они все с разрыхлителями. Да, они. Молодец, поднимается, поднимается. Ну, что, рецепт работает? Ну, вроде да. Теперь осталось только узнать, как я себя буду чувствовать. Ну, да, будем надеяться, что тебе пойдет. Да. А по одному панкейку будут вот такие головитые. Ой. Спасибо. Вот здесь уже один. Я думаю, что он уже все. Сейчас покажем вам, как он. Опа. Давай, там прямой. Ой. Сейчас. Как с вареньем. Да. Ну, так. Ну, что. Все получилось. У нас получилось в общей сложности 8 панкейков. Ну, блинчики, оладушки, панкейки. Они, конечно, отличаются немного от оладушков. Вот. Посмотрим. Я не знаю, нужен конфитюр или нет. Но мы приготовили. Да. На всякий пожар. Да. Сверху посыпали сахарной пудрой. Приятного аппетита. Я поняла, что я еще, оказывается, ни разу не показывала зимне одетой кроватку. Бася уже все проверила. Да, Босенька? Ты проверила? Она уже готова к тому, чтобы спать в ней. Вот. Это икеевское вот это белье. Вот это наволочка из H&M. И так как мама уже проверила, что два разных одеяла, два разных пододеяльника, это очень жорко. Поэтому это два одеяла в одном пододеяльнике. И просто вот белые. Они почему-то плохо очень проглаживаются. Вот этот комплект очень плохо проглаживается. Вот это же такими помпончиками. Такими помпончиками мы теперь на диван помпончики не кладем, потому что вот эта принцесса все помпончики съедает. Да? Да, принцесса только все помпончики съедает. Ну, мой сладкий. Сегодня сейчас я буду готовить панфорты на Старый Новый Год. Панфорты вы увидите в конце, что это такое. Ну, это вот все вот это вот нужно будет перемешать и получше за панфорты. Нужно немного оливкового масла, совсем немного. В конце понадобится пудра. Я просто ее поставила, чтобы вы видели. 310 грамм темного шоколада хорошего качества, либо специально для готовки. У меня специально для готовки здесь вот прям по граммам написано, можно отламывать. Вообще по рецепту белки от 4 больших яиц. Но у меня медиум размер, поэтому я взяла 5 белков. 225 грамм. Это очень-очень мелко перемолотый миндаль. Ну, грубо говоря, миндальная мука. Все, я отмерила уже. Я обычно так не отмеряю, но я прям все взвесила-взвесила как по рецепту. Значит, 1-2 ложки, ложка перца черного. Чайная ложка. Чайная ложка, да, чайная ложка, не столовая. 1-4 чайной ложки мускатного ореха. 1-4 ложка, ну я вообще по граммам считала, вот это 2,5... Нет, 1,5 или 2 грамма, в общем. Молотой гвоздики, потому что она, по-моему, легче, чем все остальные, особенно чем перец. В общем, я по граммам все считала. И корица, пол-ложки чайной. 75 грамм сукатов, 75 грамм лесных орехов, 70 грамм миндаля, все очищенное. И 70 грамм грецкого ореха. 60 миллилитров либо аморетто-ликера, либо, вот у меня в данном случае это коньяк. И 1 или 2 ложки сиропа кленового. Вот у меня формочка. Я уже выложила сюда пищевую пленку. Понадобится еще 2 перемешивалки. Большая миска какая-то. И нужно будет, ну кто как любит, кто в микроволновке может расплавить шоколад, я на паровой бане. И пока шоколад тут постепенно тает и тает. Я честно вам скажу, я не знаю вообще, как это получится. Но в общем-то, сначала вот это, потом вот это, потом коньяк, потом специи. И это все нужно, как бы вот, ну, вложить в белки. Сейчас будем пробовать, как это сделать. Я думаю, сначала половину вот так миндальной пудры, ну, миндальной муки, так скажем, вложим. Я вас задеваю, да? Ничего себе, это мы вам мешаем. Это вы мне мешаете. Ну, в общем, давайте делать, а потом уже покажем результат. Вот в итоге что-то получилось. Я просто фотокорреспондент. И теперь будем Аня заливать шоколад. Вот такая вот смесь получилась со всем-всем-всем. И теперь вот сюда ее выкладываем. Это, наверное, очень вкусная вещь. Да. Вообще вот этот, ну, вот этот вот весь рецепт на 8-10 порций. Так что есть мы будем лично. Это очень долго, да. Но когда приходит на праздник какая-то компания, то, конечно, это замечательно. Сказала, да, что это итальянский десерт? Мне кажется, по названию можно понять. Название очень красивое. Да, и история тоже очень красивая. Это делали монахи этот десерт в виде монеты. Поэтому это обязательно вот такое круглое что-то и плоское. Вот. Все. Теперь выравниваешь. И потом что будет? И потом накрываем крышкой и ставим минимум на 3 часа в холодильник. Ну, а сверху пленку нужно накрывать? Сверху можно пленкой, но мы накроем вот этой крышкой, так как она у нас есть. Родная. Да. Но можно, ну, вообще в рецепте написано именно пленкой накрывать. И, в принципе, нужно поставить в холодильник на 3 часа. И через 3 часа все это должно быть готово. Но у нас это будет стоять, наверное, сутки. Смотрите, это просто Silent Hill. Я же говорила, что у меня так было однажды. Как будто ты на корабле. Офигеть. И ничего вообще там не видно. Да, буквально полчаса назад. Да. Такого тумана не было. Офигеть. Офигеть, даже вот этот дом, он все равно в тумане. Просто жесть. Офигеть. Круто. Просто, да, нужно снимать какой-то фильм. На закуску я делаю эти сырные шарики. Сразу говорю, я все время путаю тимьян с тмином. Но это вот одна из этих травок. Вот таких. Дальше нужен какой-то вот кремовый сливочный сыр. В данном случае это Филадельфия. В рецепте 120 грамм козьего сыра и 250 грамм сливочного сыра. Но я сделаю поменьше этих шариков. И поэтому я беру 110 или 115 грамм. Или 120 грамм в общем. Филадельфия. И 60 грамм козьего сыра. Вот эти. Арахисовые орешки перемолола. Вот примерно до такого состояния. И нужны еще маслины без косточек. А я в это время готовлю. Аня мне сказала, у тебя там как мидии в соусе. На самом деле это не мидии. Это чернослив. И я готовлю пьяный чернослив. Масли с чесночной морковью. 600 грамм крупного чернослива с косточками 40 ягод. Но я взяла 1 треть рецепта. Поэтому у меня поменьше. У меня 13 или 14 ягодок. 2 морковки. Горсть очищенных кедровых орешков. Зубчик чеснока. 150 грамм натурального йогурта. Пощепоточки молотого кориандра и зиры. Сок и цедра двух апельсинов. И полстакана водки. Представляете? Ну вот у меня один апельсин. С него одна цедра. Но не вся цедра. Можно понюхать. Здесь водка. Апельсиновый сок. Часть цедры апельсина. И 4 часа замачиваются. Ой! Прям водкой, да? Водка с апельсином. 4 часа это все замачивается. Осталось мочиться час. Поэтому Аня в это время вот чем-то еще занимается. Да. У меня было так все красиво. Ты показала все, что слева лежит. Рабочий процесс. Нужно положить... Дайте, пожалуйста, я приду... Эту мисочку в холодильник, чтобы она была холодная-холодная. Ты же уже положила. Я ее положила. И достала из холодильника. И достала из холодильника, да. И теперь кладу сыр. Козий. Козий. Сливочный. Кладу. Нужно положить в холодильник, чтобы к миске не приставал этот сыр. И перемешиваем. Все перемешиваем? Перемешиваем. Потом кладем листочки. Конечно, веточки не надо класть. Листочки кладем. И потом я вам покажу, как все это... Ну, делать эти шарики. Перевращается в шарики. Да. Ну, раз шарик получился, можно показать, как это делается. Да. Берем вот так вот сыр. Можно чуть-чуть помешем. Берем маслинку, кладем в серединку. И руками пока ничего не трогаем. Да? Да. Кладем это все вот так вот в арахис. Обваливаем. Потому что, если руками трогать, то тогда вообще мы все-все-все-все-все с вами будем в этом... Я все время маме говорю, будем делать козьи шарики. Так что да. Будем вот в этом во всем козе. Но мы же на Новый год все это и не делали. Да. И как раз вот, видите, дальше уже обваливаем в арахисе и спокойно делаем шарик. Если вы видите, что где-то у вас не хватает арахиса, просто еще раз вот так вот обваляйте. И когда вы будете вот так, ну, крутить шарик в руках, то арахис лишний уже, ну, спадет на тарелочку. Круто. Так что все. Получился шарик. А я уже дальше готовлю приправу к черносливу. Я измельчила чеснок, вот он у меня здесь, в самом низу. Добавила йогурт, соль по вкусу. Кориандра у меня нет по этому зиру, только добавила. Вот та часть цедры, которую я не использовала для замачивания, чернослива. И все это тщательно перемешивается. У меня мама угостила морковкой. Очень вкусные. В общем, вот что получилось. Вот такие милые шарики. Я сейчас их выставлю на холод. И потом уже можно будет их есть. Выставлю на холод, в смысле на вагон. Говорят же, что у девушки переменчивый характер. Вот Аня у нас, молодец. Она сказала, что на Новый год у нас будет винегрет, но так как мы не отмечали фактически Новый год. Она забыла про винегрет и уже готовит оливье. Проперла на оливье. Я бросила оливье, винегрет. Да, и стала встречаться с оливьем. Говорят, здесь горошек очень вкусные. Да, очень вкусные горошек. Вот эти непонятные, почему-то мы остановились на маленьких вот этих огурчиках. Там были большие. Да нет, но они нормальные, кисленькие такие. Да, я их промыла немножко от этого. От рассольчика. Да, от рассольчика. И они стали... Заиграли. Ну, чуть-чуть менее кислыми стали. Они стали прям сладенькими. Вот. И вместо колбасы мы будем использовать хамон. Вот такой нарезанный кубиками. Потому что что-то колбасу не хочется. Здесь такой колбасы. И курицу тоже не хочется. А курицу мы каждый день не так едим. Ну, доктор... Ой, у меня от этих огурцов аж прям на зубах свело. О, вот. Хорош, что я промыла. Вот так вот сложили. Все. И положили в миску. Пока еще не перемешиваем, потому что еще долго все остальное будет готовиться. Четыре часа прошло. Поэтому я сейчас буду заниматься черносливом. А на это время вот этой жидкостью с апельсиновым соком, с водкой, в которой лежал чернослив, я заливаю морковку на 20 минут. Чернослив очень хорошо размят и косточки вынимаются вообще без труда. Морковку откинула на сито. Она посуше стала, но все с нее стекло. Теперь я соединяю йогурт, морковь и добавляю кедровые орешки. И все перемешиваю. Вот они у меня здесь. Вот такая закусочка получилась. Сверху я посыпала еще кедровыми орешками. И сейчас поставлю на 20 минут в холодильник. А фаршировала чернослив вот такой маленькой кофейной ложечкой. У нас новогодний старый. Наконец-то! Да, у нас Новый год. Ну, рассказывайте. А что? И рассказывайте. Это дела Аня. Она вам показывала шарики кузьи. Это щучья икра. Это да. Которая у нас все, что осталось. Ну, это салат оливье. Да, получился. Это колбасная нарезка. И паштет. Вот это вот. Ножка елки это паштет. Да. А про чернослив я уже сказала? Нет, по-моему. Это чернослив, который я делала. А ты показала, как ты его доделала? Да. Это масло. Все. Ну и хлеб. Все, собственно говоря. И хлеб. И мы вот засервировали. Мама засервировала подстановочную тарелку. Вот эта тоже тарелочка. Очень красиво смотрится. Еще мы покупали вот такие классные салфетки. Они хлопчаток бумажные. Всех с Новым Годом! Со вторым Годом! Панфорт у нас простоял дольше. Ну, с прошлого дня. То есть, да. В общем, со вчерашнего дня. Да, это называется с вчерашнего дня, не с прошлого дня. Вот. И теперь нужно посыпать сахарной пудрой. Снежок! Ну вот. Все посыпала. Действительно, как в снегу. Нужно, чтобы немножко постоял он. И уже потом можно разрезать и подавать. Просто холодным его подавать нельзя. Минут 10-15 он должен постоять. Ну все, новогодний чаек. Будете пробовать? Орехов, стукатов наемте. Да, ты любишь. Держи это тело. Будете пробовать? Я буду пробовать. И этот нам. Да. Очень вкусно. Немного? Ну, коньяка. Я просто кусочек попробовала, говорю. Ну он очень насыщенный. И вот из-за того, что в нем лежит, не чувствуется, что это такой натуральный шоколад. Я же как-то вот это все получается обыграно. Очень вкусно. Но в нем нет сахара, только шоколад получается. И цукаты. Не, ну понятно, что это очень праздничное блюдо. Каждый день это делается. Итальянцы едят вообще-то еще это. Вот почему, наверное, еще нет. Можешь в току, да? Нет, почему нет сахара? Потому что они с десертным вином это едят. Не, ну это с десертным вином слишком. С десертным вином они это едят. Я бы как испанцы с кавой брюд. Это ела. Но мы с чаем. Да, мы с чаем. Приятнейшего аппетита. Мы будем есть это неделю точно. Я же сказала 8-10 порций. Так что действительно 10-12 даже, наверное. Нет, ты правильно сказала, что мы будем долго есть. Но очень насыщенная вещь и по вкусу, и по объедательности. Ну, вы видите, тут очень много орехов. И, кстати говоря, каждый кусочек, вы каждый орех, когда берете... Там сколько? Три сорта ореха или четыре? Три. Три. Плюс цуката еще. Вот каждый орех берете... Каждый кусочек. И вот эта вот вся мякоть, она с этим орехом по-разному играет. С грецким орехом, с миндалем и с... Фундуком? Фундуком, да. А еще я хочу сказать, что вот эта масса, благодаря белкам, она, знаете, такая воздушная. Вот не такая тягучая, приторная, как шоколад. А воздушная. И если бы мы сегодня так вот не поели, ужин у нас не был бы такой. Просто так можно съесть кусочек. Но уже просто... Я, кстати, не знаю, откуда такая вот негативщина к белкам пошла. В детстве всегда ели все эти трубочки с белком. Замечательно. Да, он показывает, что он все делает. Да. И тирамису всегда делают так. Ну, в общем, я не знаю, у всех какие-то свои предрассудки. Всю жизнь... А, там три года нам рассказывали. В ресторане тирамису едите несколько другого. Да. А еще нам три года рассказывали, что надо мыть яйца. А теперь вышла статья от какого-то известного доктора, что яйца никакие не надо. И ничего вам это не поможет. В общем, мода на все идет. Мое последнее слово. Очень вкусно. Мой сын всегда говорил. Не читайте, что написано на интернете. А мы смотрим первую серию. Ну, мы посмотрели два сезона. Ты. Ты. Первый сезон затянутый. Это смесь Декстера с постели с врагом. Но в постели с врагом... Немножко по-другому, да. Но Декстер пробивает. Немножко, немножко. Там даже есть фраза, ты что, Декстер? Два сезона вышло, и третий тоже будет снять. Но первый мы обе сказали, что затянутый. А второй, он такой уже более насыщенный. Вот. И это... Расскажи мне сказку, да? Да. Да. Приятного аппетита еще раз нам всем. Я начала редактировать, и вдруг поняла, что концовку мы на этот влог не сняли. Поэтому мы поздравляем вас с наступившим Старым Новым Годом. Остался только один праздник. Это китайский Новый Год. И все. С встречи Нового Года будет закончено. Вот. И я не помню, мы говорили или нет. Вот эти блинчики, панкейки получились очень вкусные. Будем продолжать их выпекать. Очень классные получились. Единственное, что можно попробовать, наверное, с другой еще мукой. Не только с риса. Может быть, со смесью разной муки. Потому что рисовый, вот знаете, когда... Ну, такой рис переваренный, или когда вот такую жидкую кашицу делаешь, она немножко прилипает. Голуба. Вот то же самое с этими блинчиками получается. Они немножечко как вот рис прилипают. Вот. Но это именно из-за рисовой муки. Можно, я говорю, попробовать что-то другое. Можно кукурузу попробовать или еще какую-то. В общем, мы с вами увидимся скоро во влоге. И обнимаем вас. Крепко, 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 крепко. Желаю вам доброго... А, и напишите, пожалуйста, вы вообще встречаете Старый Новый Год? Отмечаете этот праздник? Или он проходит мимо вас, уже у вас все, Новый 2020-ый. И вы только Новый Год отмечаете. Обнимаем вас крепко, 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 крепко. И желаю вам доброго утра, счастливого дня и спокойной ночи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok